I'm blue, la-bu-di-la-bu-dan, na-na-na-na-na-na, la-bu-di-la-bu-dan. Итак, сегодня будет ролик номер два о вилочном боте, автоботе, где я подготовил несколько ответов на ваши вопросы, которые поступили мне вконтакте, в группе вконтакте, некоторые были и в комментарии на ютубе. Я надеюсь, что после ответов на эти вопросы будет, ну, такое достаточно неплохое прояснение картины относительно бота, в принципе. Опять-таки, следующим роликом я наверняка пособираю картину побольше и вопросов будет больше. Пока их всего четыре, но они такие базовые, основные, которые вам нужно знать и для того, чтобы типа вас подтолкнуть на свершение чего-либо. Ну, как бы такие стандартные вещи. Друзья, я не буду в этом ролике зачитывать от А до Я все пункты относительно того, как получить ключ к боту, где скачать софт, каким образом зайти на сайт, как регистрироваться, что есть что. Я просто сделал мануал, подготовил его сам в документе вордовском и загрузил его в частный канал телеграм, который я сейчас рекламирую везде, наверное. Ну, собственно, мое везде заканчивается на описании, комментариях и моей группе вконтакте. Поэтому туда переходите, скачивайте его, смотрите. Там есть пункты, которые я в принципе не могу комментировать на ютубе, ввиду специфики этих пунктов. Поэтому, если у вас есть вопросы, есть опять-таки чат в телеграме, который, скорее всего, будет закреплен в основной группе и можете туда перейти и задавать вопросы. Я с удовольствием на них поотвечаю. Если будут какие-то вопросы относительно мануала, по типу там, за какую стоимость брать ВДС или там, обязательно ли киви профессиональные, можете также в комментариях писать, я на них отвечу. Но не хотелось бы эти вопросы получать, потому что мануал подробный. Все как написано, вот так, друзья, и нужно делать для того, чтобы выйти на какой-то профит, для того, чтобы получить деньги. А это, друзья, обязательно. Ну, к сожалению, не все, я думаю, что будут руководствоваться прям от А до Я мануалом, но вы должны понимать, что я не инфо-цыган и вам ничего не продаю, я не собираюсь вам ничего продавать. Моя задача это просто поделиться информацией, поделиться схемами, которые работают, которые действительно помогли мне в свое время и сейчас заработают достаточно неплохие деньги. Поэтому не увидите вы у меня, купите там штуку за 5000, получите 500. Нет, это не ко мне, это, пожалуйста, на какие-нибудь там форумы и топики неизвестного содержания. Поэтому у меня вот именно, что я хочу сделать, будет такой проект, который будет основан на тех схемах и способах заработка, которые я проверил, они работают. Итак, переходите в телеграм-канал, скачивайте мануал, читайте его, делайте все, как там написано, и у вас будет бот с ключом. Все, что касается там VDS-ов, Proxy, на них еще есть промокод, на какой-нибудь промокодусе, и можете даже меньше денег потратить, чем я там указал. Там, грубо говоря, обычный маркетпрайс. Теперь к вопросам. Ролик не будет сильно длинный, не буду и затягивать для того, чтобы у вас был хоть какой-то интерес. Вот у меня тут сейчас вилки крутятся, а лавэ хамутятся, на самом деле их пока ноль, но просто потому, что я записываю днем, записываю я в час 0.4. Если что-то будет, я обязательно вставлю вам скриншот. Переходим к вопросам, которые вы мне задали. Каким образом бот информирует тебя о ставке? У бота именно софтверно в программе есть опция отправления уведомлений в ваш телеграм-аккаунт. Все это выглядит следующим образом. Вы сейчас видите на своих экранах. Эта штука очень полезная. И, кстати, говорят, тут второй еще вопрос. Есть такая статистика заработка. Так вот, эти два вопроса перекликаются. И можете обратить внимание, сколько я заработал там за какие-то дни, за бородатые, там за 14 августа, за 13, я не знаю, более свежие тут еще тоже будут. В принципе, можете также обратить внимание и на плечи. То есть, какие суммы я ставлю на букмекерских конторах для того, чтобы получить профит. То есть, где-то эти суммы меньше, где-то больше, но, как вы можете понять, везде плюс-минус цифра в 6000 фигурирует. Это конкретно мои настройки. И, опять-таки, что касается настроек бота, а именно того, какие проценты брать, что куда писать, какие игры ставить, именно виды спорта, на что делать упор, там, тотал, эфор и так далее. Вот все это я опубликую в телеграм-канале, возможно, запишу ролик, который будет доступен по ссылке, но на ютубе, друзья, этого точно не будет, потому что это сейчас продается на всех форумах. Я не собираюсь составлять конкуренцию инфо-цыганам, это все будет бесплатно, но только в телеге. Что касается заработка, что касается плеч, твои плечи-баланс, это вопрос номер три. И плечи плюс-минус по 6000 рублей 90 евро. 90 евро это B365 и 6000 рублей это Олимп. Вот плюс-минус вот такие суммы идут на примерно каждую ставку. Заработок от 3 до 30% с вилки. Я себе поставил такие настройки. Бывают настройки, когда можно поставить себе 70% с вилки, но там может быть пересчет. Пересчет. Отвечая сам на свой вопрос, пересчет бывает не часто, но примерно каждая пятая ставка с хайкэфом, а на Олимпе особенно она пересчитывается. И моя связка и мой гайд, он именно для работы бетка Олимп. Нужно это понимать. Если хотите экспериментировать, то можете, кстати говоря, какой-то свой гайд замутить. Можно будет попробовать и понять, работает ли это. Я знаю, что делают связки Олимп, Фанбет, но я еще сам не пробовал. Как часто я меняю аккаунты? Вообще вот в этом ответ на этот вопрос будет в телеге. Там тоже чат есть, и я наверняка там напишу. Но примерно аккаунты меняются один раз в день, либо один раз в два дня. Вряд ли аккаунты живут больше. Хотя вот сейчас какой-то дикий пример у меня. Аккаунт Олимпа живет там что-то 35 или 38 ставок. Это действительно очень много. Аккаунты Олимпа нужно греть. Ну и это опять есть в мануале. Греть прематчами. Что-то такое, как с этим бороться все в следующих роликах. Обязательно оставляйте комментарии для того, чтобы я отвечал на вопрос. Следующим роликом, скорее всего, я выпущу масштабный такой ролик, где будет только вопрос-ответ. Ваш вопрос, мой ответ. Я от себя еще подготовлю вопросы, предвкушая ваши вопросы, которые, возможно, вы сразу не задали. И, собственно, этим роликом, я думаю, что и поставим точку именно в теме вилкования, наверное. Хотя, может быть, еще и сделаем какой-то стрим для того, чтобы я вам просто сделал запись с экрана. И вы в лайв-режиме поняли, что бот работает. Возможно, даже какие-то вилки схватим, и тогда будет вообще интересно. Ну вот, вот. В принципе, такой ролик номер два вышел. Переходите в Телегу, смотрите. И, друзья, если вам понравилось то, что я говорю, к сожалению, это формат не совсем ютубовский. Я понимаю, получается, что тут, наверное, какая-то по большей степени идет реклама Телеграм-канала. Но сами должны понимать, что то, что обычно преподносится как мануал, как текст, как инструкция, очень сложно адаптировать под видеоформат. И если со стороны Computer Universe, создавая инструкцию о покупке, и я еще понимаю, что можно делать скрины с сайтов, то, что касается работы с вилками, я, честно говоря, даже не знаю, каким образом, какой видеоряд, какие футажи вставлять. Ну, вопросов у меня, собственно, не имеется. Интерфейс. Вот сейчас я вставил то, что у меня происходит на ноутбуке. Вот сейчас немного разберем. Буквально там минутку. Вот внизу вы можете увидеть, что кэф на Олимпе и на Бетке упал, красные стрелки вниз, и доходность минус 6%. Собственно, если доходность минус 6%, зачем нам вообще программа показывает эту вилку? А это связано с тем, что когда программа находит вилку прибыльную, возможно, именно на этом событии, именно на вот эти результаты, вилка была от 3%. Но тогда, когда бот ее нашел, прогрузил в себя, начал проверять, доходность изменилась. Вы сами прекрасно понимаете, что вилки возникают, грубо говоря, в процессе матча. То есть даже в том же самом футболе, когда, например, идет счет 0-0 и 70 какая-то минута, и внезапно команда, одна из команд вырывается вперед, и, например, один из нападающих обводит последнего защитника и выходит один на один с фратарем. Кэф на его победу падает, а Кэф на команду, которая, собственно, обороняется, он возрастает. Так вот в этом случае появляется вилка. Когда одна БК Кэфа обновила, а вторая БК еще тупит, не обновляет, бот проверяет, оп, доходность 5%. Потом загружает в себя, начинает проверять, и доходность уже минус 6%, потому что вторая Кэфа тоже подтянула. Поэтому вилки в среднем держатся, ну, от 3 секунд до 3 минут. Иногда бывают и такие, правда, 3-х минутные, скорее всего, для того, чтобы ваши аккаунты урезать. Короче, конечно, все это будет классно именно в плане общения тогда, когда вы будете в этой теме мутиться, когда, ну, мы с вами будем все это делать вместе. По крайней мере, в ближайшие 3 месяца я не думаю, что точно с этой темой соскочу. И, ну, в процессе всего мы будем разбираться вместе, решать какие-то сложные моменты, если они будут возникать. Всем спасибо, друзья. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телеграм-канал. Обязательно переходите на канал автора музыкальных композиций, которые у меня будут, наверное, практически во всех дальнейших видео. Это мой друг. Поддержите его лайком. Можете поставить ему даже дизлайк, какой-нибудь смешной комментарий написать, типа, что он похож на еврея, а вы не любите евреев, хотя я евреев люблю, собственно. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока.